Этой ракете во дворе между улиц Новороссийская и Шевченко 35 лет, но она до сих пор популярна среди детворы. Но сегодня уже хочется, чтобы здесь появилась современная зона отдыха для детей. Вот здесь площадка для маленьких самых. И мамочки посидят, и детки маленькие побудут, и все спокойные будут, и с тем хорошо. Скамейки тоже нужны современные. Есть пара мест для настольных игр, но жители хотят, чтобы в их дворе была беседка, и они могли проводить на свежем воздухе больше времени. Основные идеи жители двора сформулировали на общем собрании. Для нас это за свои силы неподъемно. Управляющая компания нам, естественно, это не может сделать. И когда мы вошли в такую программу, мы очень рады. Александра Камагорова показывает дорогу вокруг дома. Ее необходимо привести в порядок. Она одна из двигателей процесса во дворе 82-го дома по улице Лермонтово. Его жители стараются, как говорят сами, держать марку. Рядом дорога, ведущая на высокий берег, однако на дворе 21-й век, и хочется нового качества городской среды. Современный дизайн, современный, чтобы разработала архитектура нам, и чтобы было много зелени, вечно зеленых растений, чтобы был английский газончик. То есть бобрик бритый, зелененький, красивый, и все, как можно больше зелени, вечно зеленой. Также жители просят организовать парковку, чтобы машины не заезжали на газоны. Аналогичная проблема и в соседнем дворе дома по улице Космонавтов. Накануне там побывал глава города. Все же построено в старом стиле. Узенький проезд, клумба в середине. Да, это хорошо, но сегодня машина встала, и все, она перекрыла весь въезд. То есть это раньше машин мало было, это было как пешеходная зона. Может, надо посмотреть, раздвинуть как-то, дать возможность как-то останавливаться там. Все равно они будут стоять. Но хуже намного, что они все заехали на клумбы и укатали все клумбы на Космонавтов. То есть надо посмотреть, может, его надо перепланировать как-то по-другому двору. Программа рассчитана до 2022 года. Средства на нее будут поступать из федерального, краевого и муниципального бюджетов по принципу софинансирования. Специалисты уже работают над проектами. Александр Ребека, Михаил Попов, Анапа. Регион.